Здравствуйте, аналоговый педрегулятор нагревателя нелинейного оптического кристалла, генератор второй гармоники на кристалле КТП. Перед вами половинка печи, квадратик это нелинейный оптический кристалл, который вставляется в эту половинку на фольге Индия. Несмотря на то, что не в каждом нелинейном оптическом кристалле можно достичь условий 90 градусов некритичного синхронизма, тем не менее эффективность генерации гармоник сильно зависит от температуры кристалла и его соотношения линейных размеров. Поэтому нам необходимо устройство, которое будет поддерживать температуру кристалла с заданной точностью. Это педрегулятор. На данной второй половинке на чертеже вы видите снизу вид сверху футпринт нагревателя. Это транзистор в корпусе ТО-220 фуллпак полностью изолированный. Именно им мы будем нагревать нашу небольшую печку. Печь действительно небольшая, высота отреческой оси 12,5 мм, длина изделия 15 мм. Посмотреть зависимость эффективности генерации от температуры кристалла КТП можно, например, в этой работе. Титульный лист работы. И сами графики. Обратите внимание, L это длина кристалла, B это сторона торца кристалла, квадрат. Получаем температуру от 57 до почти 100 градусов в зависимости от соотношения сторон кристалла. Перед вами принципиальная схема педрегулятора. Для удобства понимания я разбил ее на отдельной части, о чем поговорим далее. Конечно, была мысль сделать все это на цифре, на STM32, но там очень неподходящие для этого по параметрам операционные усилители, поэтому так, наверное, все-таки дешевле. Итак, первая часть схемы. Это ратиметрическое измерение падения напряжения на параллельно включенном сопротивлении терморезистора и R7. R1, R7, R18 прецизионный. С помощью резистора R1 мы превратили источник опорного напряжения R195 в источник стабильного микротока. Важно, чтобы сопротивления R7 и NTC параллельные последователи R18 не превышали сопротивление резистора R1 в этой схеме. Так как у нас единый ток для измеряемой величины и опоры, то измерения будут ратиометрические, независимые от изменения тока или напряжения. Табличка с изменением сопротивления терморезистора выбранной характеристики. Обратите внимание, при 15 градусах почти 15 кОм, при 87 градусах почти 1,4 кОм. Несложный подсчет покажет, что мы не выходим за пределы 10 кОм с учетом точности используемых сопротивлений на 0,1%. Теперь нам необходимо отфильтровать сигнал от помех. Для этого мы применим фильтр синфазных и дифференциальных помех. Компонент R4, C7, R13, C9, C8. Тримпод R18, как я уже говорил, используется в качестве уставки. Источник опорного напряжения. В качестве усилителя ошибки мы используем инструментальный усилитель AD8237. Опорное напряжение на земле. Этот усилитель усиливает падение напряжения на измерительной цепи. За ним мы включаем разностный сумматор дифференциального включения инвертирующего усилителя. Мы будем вычитать из падения напряжения на измеряемом резисторе, зависящий от температуры, из него будем вычитать напряжение уставки. Соответственно, вблизи нуля, когда эти напряжения равны, мы получим ноль. Педрегулятор на одном операционном усилителе. Это не очень корректная схема с точки зрения реализации закона педрегулирования. Лучше использовать три раздельных усилителя, сумматор и инвертирующий усилитель. Но тем не менее, для корректной работы педрегулятора с однополярным питанием необходимо внимательно следить за допустимым значением синфазного напряжения. И чтобы не попасть на ограничения по нижней полке питания, мы используем виртуальную землю с высотой полки 1,23 вольта. Это позволит нам не выйти на уровень земли, на уровень нуля. Соответственно, вот такой закон регулирования, такую передаточную характеристику мы собираемся получить. А значение коэффициентов p и d и коэффициент усиления альфа мы получим в ходе характеризации объекта управления методом единичного скачка при замкнутой цепи обратной связи. Какую-то такую характеристику я планирую увидеть. Объект второго порядка с емкостным запаздыванием. После идентификации объекта регулирования можно будет вычислить номиналы с значения педрегулятора, с компонентов педрегулятора. Инвертирующий усилитель коэффициент усиления 2, коэффициент усиления обсуждаем, может быть это будет вообще инвертирующий буфер. Также питается неинвертирующий вход от виртуальной земли. За напряжение виртуальной земли получается P-фильтра и источника опорного напряжения для увеличения стабильности и уменьшения шумов по виртуальной земле. И заключительная часть нашей аналоговой схемы это генератор тока, управляемый напряжением. Обратная связь снимается с токоизмерительных резисторов R16 и R17, соединенных параллельно, с целью подогнать сопротивление и уменьшить мощность рассеивания. На этих резисторах в качестве нагревателя используется N-Channel MOSFET. Итак, вернемся, пробежимся по нашей схеме. Источник опорного напряжения мы конвертировали в источник тока с помощью сопротивления R1. Очень важно, чтобы сопротивление параллельно соединенных R7 и NTC 10 кОм при 25 градусах Цельсия и последствия соединенного R18 не превышали значение сопротивления R1. Очевидно, чем выше температура, тем меньше падение напряжения на токоизмерительном резисторе. Параллельное включение R7 и NTC мы используем для того, чтобы сгладить характеристику терморезистора. R18 задает опорное напряжение, фильтр синфазных дифференциальных помех, измерительный усилитель инструментальный, аналог девайса AD8237. В типовой схеме включения SM DataSheet опора на земле и разностный сумматор дифференциального включения инвертирующего усилителя. Вычитаться будет опорное напряжение, задающее рабочую температуру, из напряжения, измеренного на терморезисторе. Мы вычитаем из напряжения на R7 напряжение на R18. Конечно же, должна быть высокая стабильность резисторов R1, R7 и R18. Это резисторы по шкале Е96, высоко стабильные. От этого не уйти. Пидрегулятор на одном операционном усилителе. Так как мы питаемся однополярным напряжением, то чтобы не войти в области ограничения по нижней планке питания, мы подключаем неинвертирующий вход к виртуальной земле. Виртуальная земля 1,235 Вольта с источником опорного напряжения посредством Пи-фильтра избавляемся от помех. Ну и конечно же на выходе инвертирующий усилитель. Коэффициент усиления обсуждаем. И генератор тока, управляемый напряжением. ВТ-1 используется в качестве грубой защиты от сверхтока и нагревателей MOSFET. Печатная плата. Длина печатной платы 60 мм. Высота 24 мм. Обусловлена установкой данного устройства в полость оптического квантового генератора. Слева мы видим разъем подключения терморезистора. Вверху два источника опорного напряжения. Выперен слот для уменьшения механических напряжений и влияния их на стабильность источников опорного напряжения. В правой части выходной разъем подключения нагревателя. И разъем питания. Внизу мы видим резисторы токоизмерительные R16-R17. Также в выборке слоты, показанной белым цветом на слое силк, должны уменьшить тепловые мостики. Тепловые мостики возникают от того, что эти резисторы будут нагреваться. Слой топ. Как вы видите, схема соединения земляных полигонов в земля в одной точке объединения на нижнем конце токоизмерительных резисторов. Объединяется сигнальная земля и силовая земля. На слое боттом полигон земли под силовой частью вскрыт, чтобы уменьшить нагрев передачи тепла на измерительные усилители. Осталось нам все это изготовить. О настройке поговорим в одном из следующих видео. Спасибо вам за внимание. До свидания. До скорых встреч на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»!